доброе утро дорогие подписчики с вами снова как обычно михаил и горенков рад приветствовать вас на сплите это доброе утро на сплите такая в общем-то рубрика есть у меня в общем-то некоторые новости для вас в этот день и я как бы хочу с вами ими поделиться плюс к этому у меня есть некоторые мысли по поводу турнира brave который также пройдет на этой неделе там подкинули скажем так типа в кавычках inside информацию вот есть чем поделиться по этому поводу ну по ксв добавить особо нечего потому что то что я там роспись и по западной быка высказал прошлом выпуске она так и осталось силе на том же самом например при матче тотал of еще нет других быка по моему даже про один по два тоже пока еще не присутствует но в любом случае давайте начнем по порядку а там таком примерно режиме новости матчапы мысли конкретно по турниру brave и в общем-то немного в конце про киберспорт конкретно промажут который сейчас идет вот первая новость по поводу того что были озвучены правила поединка мэйвейзер против пола то есть буквально по моему с утра я встал увидел ночью написано сообщение в чате в телеграме на тему того что кто-то забирался то например по пинки ставки на этот бой им дали возврат и прежде всего это скорее всего связано с тем что просто ну как бы били правила они отличаются от стандартных поэтому в общем то там уже дали возврат и вполне возможно что если вы ставили где-то например в наших быка вам тоже после поединка уже если сейчас не пересчитает могут бахнуть возврат почему как говорится и нет типа скажут ну правила поменялись мы не знали если вы как бы проиграете то вы проиграете то есть потому что но это наши быка надо это все тоже грубо говоря понимать имейте ввиду возможно имеет смысл самому по кэш ауту продать ставочку если вы ставили какую-то например крупную сумму на этот поединок день в условном париматче да и переставить уже вот сейчас например я не знаю думайте сами но как бы не удивляйтесь если еще раз говорю если у вас ставка не зайдет ваш исход вам дадут как бы проигрыша если зайдет возврат так вот касаемо новых правил во первых судей не будет это раз победитель официально объявлен не будет нокаут допустим рефери может засчитать нокаут бой пройдет без шлемов перчатки 12-минцовые 8 трехминутных раундов опять же я в боксе не профи там да не эксперт вообще никто как бы потому что я ну даже банально за этим не слежу как-то всерьез оценивать какие-то шансы в поединке 43-летнего флойда майвезера который является там условно там для кого-то величайшим боксером за всю историю и логана пола который там далеко даже не свой брат джейк пол который реально что-то из себя представляет и что-то здесь говорить о чем-то ну смысла я не вижу все зависит от того что захочешь этом поединке сделать мы захочешь нокаутировать нокаутирует захочет до победить решение победить решением этого надо умы раз расспрашивать как закончится этот поединок карлс кандид планирует выступить на все 264 вообще насрать на кандидом клубе ковинта муссман пытается избежать реванша со мной любой ценой я предмет номер один рядом с моим имени в рейтинге стоит цифра 1 я собираюсь драться за титул следующем бою мы не знаем пока где и с кем но бой будет титульным марте это капитан apple не хочет драться со мной он хочет драться с легковесами наверное хочет провести третий поединок с мосвидалем было шесть дней на подготовку потом шесть недель теперь наверно хочет дать шесть месяцев ему интересно драться только с легковесами скезы занимающим седьмую строчку в рейтинге его год назад победил петис который вообще уже нет и все это то еще посмешище это расстраивает марте пытается избежать реванша со мной любой ценой знаю что самый сложный поединок для него и что в прошлый раз ему повезло и все придется заставить его драться мной просит сумасшедшую сумму за реванш и тем самым поганить свое наследие потому что фанаты видят какое на самом деле он не хочет драться с настоящим претендентом с первой строчкой рейтинга с тем напротив чего им не стоит единица с парнем который дал ему самый сложный поединок и который забрал у нее несколько раундов я забрал как минимум два-три раунда до переждевременной остановки я был в сознании поднимался и ударил меня по затылку не могу поверить что никто не говорит об этом марте просто показывает фанатам что он никакой не лучший полусредневес никакой не величайший и не лучший боец паунд фа паунд если бы он был таковым то хотел бы подраться с парнем с которым у него осталась куча нерешенных дел он не должен был одержать тогда победу он не настоящий победитель выдумал фейковую историю будто сломал мне челюсть хотя это неправда заявил ковингтон в целом что хочу добавить вроде когда навайт высказался на тему того что действительно следующий бы усман должен быть против коммента на это раз во вторых вижу понятно что из на данный момент всех бойцов которые есть в этой весовой категории ковингтон самый опасный для него оппонент и это не значит что усман не будет фаворитом с ним конечно будет но в целом поединок реально был для усмана непростым действительно в некоторых раундах он смотрелся не очень хорошо плюс мы все помним этот миддл кик который он замаскина рама замаскировал под удар по яйцам да дабы восстановиться и ну в общем то по поводу преждевременной основки ничего говорить не буду как бы это отдельная история я не считаю что в принципе она была преждевременной но в целом колбе ковингтон реально дал ему бой достаточно сложный и реванш имеет смысл а там как говорится кому прохонят винил дариуш начинает кидать или вере вызов говоря что тот задолжал мой бой я думаю что чарльз задолжал мне бой я подписался на поединке с ним на коротком одновлении после победы над хольцманом когда планировал уйти в отпуск шон шелби позвонил мне сказал эй хочешь подраться с чарльзом через пять недель я подумал и согласился считаю что чарльз продолжал мне поединок тогда он сказал что у него проблемы в семье отказался от боя бросил вызов то не избегая меня получил матч и зачем подрался за пояс я его не виню он получил титульный бой стал чемпионом теперь просто рассчитайся с человеком с которым с которым должен был подраться с точки зрения стиля я считаю себя худшим соперником для оливейра в топ-5 у меня есть греплинг и ударка физически разве лучше вот и все я могу прекончить его во всем что он умеет дело сказал дырю уж ну понятно дело желание дырюша получить титуль никак единственное что в этом титульник получит пиздюлей и в общем то это тоже все понятно поэтому вряд ли такой титульный шанс ему предоставит что в этом поединке интриги увы нет ну лично мое мнение дана вайт вудли должен вырубить по ла ну да на вайт будет говорить он говорил что аскерин там должен победить будет грештов вудли победит там джейк пол будет просто драться против старых, пробитых, убитых, уставших мешков и радоваться жизнью. Юджин Брейман. Виторий получил титульный бой благодаря Адесане. Ну, вижу, понятно. Адесане, хоть и не в своем весе, но проиграл бой. Ему нужно, скажем так, в глазах фанатов вернуться, одержать победу. И в этом поединке есть некая а-ля предыстория, потому что один из судей наркоманов отдал почему-то победу Виторию в том поединке, хотя он железно проиграл два раунда. Так что Адесане вернется, задержит победу, и, в общем-то, все у него будет прекрасно. Вот и все. А со всеми остальными не то чтобы опасно, но Витория абсолютно известный, абсолютно читаемый оппонент, которого он уже тем более прочухал. Вот и все. Виторий получил от поединка благодаря Израэлю, а не потому, что он сам вывел себя на эту позицию. Я знаю, что руководство UFC было недовольным его последним выступлением. Они не любят, когда боец просто лежит на сопернике и обнимает его. Они хотят продвигать людей, которые радуют зрителей своими выступлениями, а Марвин этого не сделал. Это еще один боец, который, как и Эль Ромеро, получил свою ночь розовых трусиков только благодаря милости Израэля Адесани. В UFC есть два случая, когда бывают такие ночи. Ночь красных трусиков, когда боец получает матч с Коннором, а когда с Адесани это ночь розовых трусиков. Два самых денежных боя в UFC. Виторий в первой встрече уже переводил Израэля в партер, но Адесани все равно выиграл ту схватку. Сможет ли он сделать то же самое, что сделал Блахович? Хорош ли Марвин так же, как чемпион мира в полутяжелом весе? Это интересная игра мысли, потому что он тренируется в очень хорошей команде под руководством отличного тренера. Нам всегда рады зарубиться с такими парнями, так что мы готовы и с нетерпением ждем этого поединка. Так, ну по поводу Артеги и Волкановского вообще тишина, можно ничего не говорить. Разнотракт на этом мы уже читали, были новости. Так, это мы читали, читали, читали. Да, это мы уже все видели. Давайте пройдемся еще в паблике UFC on UFC PFL. Ну по поводу того, что у Сихуда вдруг неожиданно поменялась девушка в недалеком прошлом, и она уже беременна. Это, конечно, интересная история, но, как говорится, дело житейское. Карлос Кандид, это да, мы поняли, что ты будешь драться всем, насрать. Так, Атлетическая комиссия, это мы читали, это тоже мы читали. Альджимен Стерлинг висмел Генри Сихуда, который сделал предложение своей девушке, встав на одно колено. Бедный Генри Сихуда, он встал на одно колено, чтобы сделать предложение своей девушке получил колено в голову от Петра Яна. То ли перевод дерьмовый, то ли у Стерлинга шутки хуильные. Ну, тут возможно оба варианта. Так, это мы тоже видели, читали. В ходе сегодняшней беседы в моем инстаграме Дан Ават заявил, что Кобей Конокс на следующей очереди на титул UFC в полусреднем весе. Да, это мы тоже в курсе уже. Тренер Хабиба Хавер Мендес считает, что у бойца наберется миллиард фанатов по всему миру. Да больше. Мусульман, по-моему, больше, чем миллиард на земле. Ну, по поводу моего рейсера тоже как-то высказывались. Ему завершать карьеру она была два года назад, а лучше пять лет назад. В общем, с новостями, в принципе, можно завязывать. Теперь, что касается паримача и той линии, которую он предлагает на Брейв, потому что на том же самом фанбете я, по-моему, не видел, но, значит, на Бет-Сити тоже ее пока что нет. Как бы я, если честно, здесь чего-то супер-мега-классного и клевого не вижу пока что, но есть один подписчик в Телеграме, который сейчас на данный момент там находится на турнире Брейв в качестве волонтера. Ну, там вот как бы на всех этих мероприятиях и так далее, в общем-то, участвует и все такое. Поэтому имеет доступ к бойцам, общается с ними, разговаривает, там, да, не то чтобы, типа, там, тет на тет, там, какую-то информацию мысливает, просто, как бы, владеет информацией, там, что, что вообще там в открытом доступе есть, перебраться это словами с ребятами. И, в частности, он, например, отметил. Ну, то есть выделил, типа, два уверенных таких, типа, исхода, два тотала, которые имеют смысл. Конкретно эта ставка, получается, ТБ полтора за 1.55 поединки Макаева с Ибрагимом Наврузовым. Наврузовым, как бы, типа, ну, коэффициент, понятное дело, мелкий, типа, чего-то такого, типа, да, сверхъестественного, я просто передаю его слова, вдруг вам будет интересно. Он говорит, что Мухаммед Макаев был на коротком уведомлении, вот, и, как бы, в принципе, подготовился нормально, все хорошо, но в любом случае вряд ли будет, там, да, обострять, да, и вообще это не в его стиле, мы уже убедились в последних боях. Абрагим Наврузов готовился хорошо, гонять начал заранее, подготовку, типа, прошло нормально, поэтому тоже, в общем-то, там, да, какие-то фейлы, вроде как, не должны переключиться, поэтому, скорее всего, поединок и вовсе дойдет решение, и, в принципе, ТБ полтора должны за 1.55 пробивать, вот, примерно так. Так, что касается Илиса Джируна и Сэма Петерсона, нет, это не тот, не тот, Вадим Куцый и Даниэра Абдибаев. Собственно, Вадим Куцый в этом поединке идет фаворитом за 1.15, на ТБ 0.5, то, что поединок зайдет во вторую раунду идет 1.5, и, типа, вот, в разговоре Вадим Куцый отметил, что, как бы, хочет в этом поединке, именно, да, не обострять, поработать хорошо, то есть, в плане, там, да, без какого-то риска излишнего, в принципе, там, куда-то кидаться, бросаться не будет, и поработает, в общем-то, типа, на очки, ну, и, как минимум, во второй раунд заходить они должны, то есть, в принципе, настроек бойца такой, и это, как бы, подписчик передал, так что, вот, типа, а-ля, такой двойничок вырисовывается, типа, ЖБ-шечный, там, кому интересно, можете забирать, я, естественно, этого делать не буду, потому что на таких коэффициентах не играю, но мне самому по этому мини-карду пока добавить нечего, исходя из того, что предлагается в наших БК, ничего интересного здесь такого хереного я не вижу, но с тех коэффициентов, которые есть, типа, а-ля, верняковые, вот эти два, типа, самые такие, что ни на есть интересные, а так ждем тотал на КСВ, и от этого будем толкаться, соответственно, будем уже выбирать какие-то более стоящие варианты, примерно так, там какие-то новые мачапчики, даже замены произошли в турнире, который пройдет на этой неделе, а это тоже я хотел бы обсудить с вами вкратце, так, так, так это не то, это не то так, Ванесса Порта, Лара Джоан, конфеты на Беллатор а, получается, Марина Мороз выбыла вот, и против Манон Феород будет драться Табата Ричи, вот хрен знает, что-то этого мачапа, если честно, ждать будем ждать коэффициенты, там, как говорится, посмотрим ну, просто на Марину Мороз как бы на этот поединок, в принципе, можете уже больше не думать, потому что его, в принципе, не будет, вот, примерно такой расклад ну, и вчера поугарали по поводу, как бы, анонса поединка Main Event ACA 127 титульный бой против Хазбулаева и Кишева из рейтингов ACA, то есть, для тех, кто не в курсе как бы, есть бойцы с победной серией в этой весовой категории, там, в топ-5 в том числе, да, даже фамилию сейчас называть не буду, а есть Кишев, который занимает десятую строчку, и почему-то именно он получает титульный шанс, чтобы подраться с Хазбулаевым, как бы, вот, собственно такой, издалека слышится небольшой хрест, треск, чего-то там, дальше, как говорится, делайте выводы сами, вот ну, и, в общем-то, все, вкратце хотел бы еще пройтись по поводу этого, господи Мажора, вчера прошел первый день прошелся я по нему большим количеством вставок результаты опубликовал за вчера как бы, сегодня с утра встал, еще все матчи не посмотрел надо еще пересмотреть некоторые моменты и, в общем-то, что хотел бы отметить, ну, где-то, да, понятное дело совсем заплеты произошли, как у Invictus Gaming например, в поединке, в матче с Execration, да, показали совсем не тот уровень и при этом тут же, соответственно, да, импровнулись чуть больше, ну, господи скажем так, показали лучший результат в поединке, в матче с Нигмой там, да, где забрали и там, соответственно, встречи со счетом 2-0, но я пока не видел, каким образом вот, хочется посмотреть Монако гамбит, несмотря на то, что в группе там находятся на дне сейчас в Вайлкарде но смогли забрать карту у Сикретов, были близки к тому, чтобы забрать карту у Нигмы там, как бы, вариантов было на самом деле масса, если бы Дрим там на Вайде, скажем так, не залил три раза подряд, дважды поставил неправильно Хрона, потом кинулся куда-то вперед, непонятно зачем, в принципе, могли и там катку затащить, но, в принципе уровень команд Вайлдкарда сейчас уже понятен, я, скажем так, выберу более как мне кажется, выверенные варианты на матче сегодня сегодняшнего дня, есть у меня некоторые мысли по этому поводу вот, разошлю их клиентам чуть позже ну, и в любом случае, как бы, будем посмотреть, и я напоминаю, что на Вайлдкарде мажор не кончается сегодня кончается, ну, как бы, типа, сегодня второй день Вайлдкарда, потом, возможно, будут тайбрейки, тут же следом а после этого, соответственно, будет групповый этап а после группового этапа еще будет плей-офф так что веселья у нас будет впереди еще достаточно много, за результатами следите в Телеграм-канале, ставки на Киберспорт прогнозы публикуются только здесь, отчеты и все остальное вот, на этом, в общем-то, вроде бы и все я обещался еще вчера по поводу Тафа высказать свое мнение, типа, посмотрев эпизод но вчера я очень много поделил внимания прогулкам, свежему воздуху каким-то делам, мажору и до Тафа так и не добрался, поэтому боюсь, что смогу дать какие-то комментарии только завтра ну, и, в общем-то, последняя, заключительная часть это, как обычно, ответы какие-то на комментарии если вдруг они есть под последним выпуском и тут их какое-то количество присутствует Ярослав Денисов написал отличный новый формат с новостями ММА спасибо Михаилу, да, в общем-то, не за что пробуй новые какие-то моменты опять-таки, ваша обратная связь решает все, будет такой контент, не будет такого контента мне просто удобно вот, например, есть по поводу Brave какие-то мысли или, например, по поводу КСВ там, одна-две ставки ну, я же не буду отдельное видео на это записывать какой смысл? тем более, если это не по BigMark то есть, если по линии наших БК там, и так далее ну, это не заслуживает того, чтобы тратить на это отдельный выпуск так, Дмитрий Марков написал формат очень крутой на мой взгляд, востребованная аудитория канала и паблика спасибо, Миша не за что Михаил сегодня прокомменил как никогда много новостей красава, если бы UFC сделали удар локтями 12 на 6 и сокер-кики то бои стали бы намного сложнее прогнозить какие перспективы у Алекса Романова во-первых, касаемо вот этих запретов каких-то, касаемо локтей 12 на 6 сокер-киков и прочего мы как раз-таки получаем частенько заплеты то есть, допустим, там, когда какой-то удар пробили о, все, запрещенный удар там, все, дисквалификации или, там, снимаются баллы и так далее то есть, если боец обладает более богатым арсеналом навыков если он в целом лучше физически там, подготовлен и так далее то здесь, скажем так, арсенал ударов не особо сильно влиять будет, да, там не будет носить какой-то хаос хаос как раз-таки вносят запреты из-за которых мы зачастую получаем дисквалификации, снятые баллы непонятные в итоге десижены из-за этого и так далее и так далее, поэтому, если вдруг в UFC появятся локти для нас на 6 сокер-кики, поверьте ну, вот именно в плане какого-то вот анализа, это мало что поменяет а что касается Алекса Романова это мешок, у которого кардио примерно на один раунд и он, по сути, должен был проиграть последний поединок вот все, что я могу по поводу у него сказать мешков каких-то залеживать беспартерных, там, да, забивать это его, как бы, да, возможности какие-то а против нормальных бойцов ему делать ничего спасибо за ответ, Михаил, не за что лайвкам, доброе утро и вам того же ну, а по поводу отблока да нет у меня отблока, мне насрать на него в общем-то, вот и все на этом я с вами прощаюсь напоминаю, что если вы хотите оставить какие-то вопросы, мнения, пожелания оставляйте в комментариях под видео я их упомяну в следующем видео вот, примерно такой расклад всем пока-пока